Теперь на улице Пушкина одностороннее движение и проезд с улицы Чкалова до Полевой запрещен. Самарцы к этому никак не привыкнут. За час мы зафиксировали около 20 нарушений. Для многих автовладельцев знака одностороннего движения как будто не существует. А между прочим его установили по просьбе местных жителей. Пока здесь был частный сектор, машины разъезжались нормально. После возведения новостроек ситуация изменилась. В час пик волны автомобилей буквально наползали друг на друга. Ситуацию усугубляли парковки на обочинах. Зимой чистить улицу было просто невозможно. Писали такое коллективное обращение в администрацию города, в отдел благоустройства и в ГАИ, для того, чтобы они все-таки оценили возможность изменения маршрутов. Ну и получили письмо, что да, действительно такая необходимость есть. И это предложение было признано рациональным. Рациональность не наш метод. Один из самарцев попытался совершить диверсию и возобновить на улице Пушкина двустороннее движение. Он посчитал, что вернуть былую гармонию можно только уничтожив дорожный знак. Кто это такой вообще? Зачем будет делать, интересно? Борца за историческую справедливость задержали и сдали в полицию. Человек просто не понимает, что не решит он свою вот эту проблему таким способом, варварским. Потому что все равно знак придется восстанавливать. Понятно, что если знак исчезнет, это не значит, что мы махнем рукой и скажем, ну ладно, тогда пусть не будет. Все равно наказание будет. И вот это восстановление, которое сегодня внеплановое пошло уже, я думаю, за счет его. Статистика говорит, на улицах с односторонним движением наезды на пешеходов случаются в два раза реже. Плюс это уменьшает пробки в час пик, что актуально на узких проездах в центре Самары. Поэтому городские власти собираются установить одностороннее движение на всех улицах в исторической части города. Алексей Захаров, Артем Сулайманов, ГИС, События. Продолжение следует...